Здравствуйте, это программа Город С, я Елена Чернявская. 1 июля в городе стартовала акция «Самара, я привит», как отмечают специалисты. Чтобы победить коронавирусную инфекцию, необходим коллективный иммунитет, формирование которого напрямую связано с числом вакцинированных граждан. Чтобы мотивировать горожан на прохождение вакцинации, Самарская региональная общественная организация «За информационное общество» проводит акцию «Самара, я привит». Об этой акции подробнее я сегодня говорю с Анастасией Кнор, руководителем Самарской региональной общественной организации «За информационное общество», и Ольгой Владимировной Слесаревой, заместителем главы городского округа «Самара», руководителем департамента опеки и попчительства и социальной поддержки. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте. Рада вас приветствовать в этой студии. Спасибо большое, что нашли время. Ну и прежде чем поговорить на заявленную сегодня тему, давайте посмотрим небольшой видеосюжет. Сегодня, 1 июля, начинают работать регистрационные формы сайта Самары ЯПривит. И любой человек, который поставит прививку с 1 по 25 июля этого года, вторую прививку, самое главное, если мы говорим о двухкомпонентной вакцине, то он может зарегистрироваться и принять участие в розыгрыше призов. Участвовать могут самарцы от 18 лет, проживающие на территории города. После получения второго компонента вакцины нужно зарегистрироваться на сайте акции. 26 июля определят победителей рандомным способом по номеру СНИЛС. Призы предоставляются партнерами акции из числа социально-ответственного бизнеса. Акция проходит при информационной поддержке администрации Самары. Чтобы привлечь внимание и еще раз напомнить населению, что мы в ответе за свое здоровье. Еще раз хочется сказать, что в первую очередь мы вакцинируемся для себя, для своего здоровья, для своих близких, которых мы любим и которых мы бережем. В Самаре работают 53 прививочных пункта на базе поликлиник. Три из них круглосуточные на Медицинской 4, Советской армии 56 и Мичурина 125. Мобильные прививочные пункты работают и у крупных торговых центров. Аврора, Космопорта, Амбара и Меги. Понятно, что всю жизнь сейчас коротко информацию мы узнали, но тем не менее, давайте сейчас не с акции начнем. А с прививок вы сами лично привились? Я привилась. Я и мои близкие, и родители, и муж. Мы уже привились и получили сертификат. В общем-то, и не жалея об этом, и призывая всех обязательно подумать о своем здоровье. Ну, собственно, и на акции еще, и в том числе на это, да, и направлено. Вот лично какие были мотивы, когда вышли на прививку? Ну, вы знаете, несмотря на то, что я переболела ковидом, у меня подтвержденный ковид был, я болела в осенью, и были антитела. Но тем не менее, посоветовавшись с врачами, приняло для себя решение обезопасить себя, потому что я очень много общаюсь с людьми. Конечно. Бываю в местах, где массовое скопление людей. Поэтому, конечно, я побоялась второй раз заболеть, и приняла решение, что я обязательно вакцинируюсь для того, чтобы обезопасить своих близких, для того, чтобы не принести коронавирус себе в семью. Ну, принесли нормально, да? На ногах? Без температуры? Нет. У меня, вот, к счастью, не было ни температуры, у кого-то там мышечные какие-то боли, болит. У меня, вот, ни у меня, ни у мужа, ни у моих родителей ничего такого не было. Мы абсолютно и первую прививку хорошо принесли, и вторую компонент тоже самое. То есть, к счастью, никаких последствий это не вызвало для здоровья. Анастасия Юрьевна, такая же история, либо что-то поинтереснее. Я вот прям пишусь под всеми словами Владимира Владимировна. Я даже могу дату назвать, когда я сделала вторую прививку, 18 июня. Поэтому будем мы сейчас с вами говорить об акции, да, я абсолютно не заинтересованное лицо. Я ей не подпадаю ни под какие критерии участников, вот. Поэтому я ее буду проводить, как говорится, чистым листом, вот. Но на самом деле, правда, это было очень ответственное для нас решение. То есть, первую прививку мы сделали в мае. Мы подумали и рассудили так о том, что это, конечно, прежде всего, это наша личная безопасность. Мы с мужем вместе делали прививку одновременно. Но, с другой стороны, я прекрасно понимала, что начнет развиваться ситуация. И когда начали говорить о тотальной вакцинации в той же самой Москве, я понимаю, что частично это может коснуться и нашего региона. И для того, чтобы, ну, просто остаться человеком с полным перечнем, там, социальных функций, для того, чтобы я могла ездить везде, где я захочу, в том числе и за границу, мне обязательно надо получить был этот паспорт ковидный, ну, так в народе называемый. Вот. Для того, чтобы чувствовать себя нормальным гражданином. То есть, прежде всего, это собственная безопасность, собственное здоровье. И второе, это полноценное существование в рамках сегодняшних предложенных условий. Ну, вот, тоже не могу с вами не согласиться. Ну, вот, давайте все-таки поговорим об акции. Вообще, кому и почему пришла эта идея провести именно такую акцию? Ну, я посмотрела в интернете, она вообще проходит по всей России? То есть, это не только наш самарский регион, это по всей России. Как вообще граждане реагируют на нее? И идут прививаться именно вот в эти сроки, с 1 по 25, либо это не зависит? Анастасия Витальевна. Ну, полно вопросов, да, как пришла идея. Да, мы, конечно, не первые, вот, но точно так же мы понимали о том, что эту акцию проводить обязательно нужно. И, конечно, предварительно были консультации с Ольгой Владимировной и с многими другими врачами. Говорили о том, что, конечно, такие стимулирующие акции, которые побуждают людей дополнительно, может быть, задуматься здесь сейчас, пойти и сделать прививку, они играют существенную роль. Вот, и мы, как социально ответственная некоммерческая организация, конечно, мы приняли решение о том, что мы хотели бы выступить инициаторами такой акции, обратились за поддержкой в администрацию города. Администрация города сказала, что вообще вы молодцы, большие, и все это идет в каком-то едином ключе. Вот, поэтому здесь интересы всех на самом деле совпали, потому что совпали интересы наши, как в НКО, совпали интересы власти, у которых тоже этот показатель очень важный, количество прибитых, совпали интересы бизнеса, которые говорят о том, что мы сами хотим внести какую-то лепту во всю эту историю. Поэтому, собственно, это позволило нам приобрести для этой акции достаточно хорошие призы, которые, я считаю... Которые уже в наличии. Но они не призы, они подарки. Да, вот это важно, что это подарки, что это некая такая вот благодарность человеку, который сделал это для себя и для нашего общества. Вот, подарки уже в наличии, конечно, вот, я не буду называть марки, поскольку, ну, во-первых, это мы не будем рекламировать. Да, и отношения, да. У нас есть, да, у нас есть перечень наших подарков, это телевизор, хороший, это хороший ноутбук, это семь смартфонов и это еще сертификаты от Сбербанка, который предоставил нам по Е-аптеке и по телемедицинским услугам. Ну, здорово. То есть, а всего сколько будет места, я так понимаю, ни первое, ни второе, вы назвали минимум 10, наверное, да? То есть, у нас получается так, что 9 подарков будут со значительной стоимостью, а остальные подарки, там, от 100 до 200 будут стоимостью, понимаете, дело, в чем мы делим еще, есть такой юридический нюанс, что все подарки стоимостью свыше 4 тысяч рублей, они облагаются налогом. И поэтому мы подразделяем на дорогие подарки, те, которые свыше 4 тысяч рублей и те, которые не облагаются налогом. Вот, и поэтому, вот, дорогостоящих подарков у нас будет 9, а остальные будут ниже стоимости 4 тысячи рублей. Ну, каким образом определяться победитель, наверное, скажете чуть позже. К вам вопрос, Ольга Владимировна, скажите, пожалуйста, а вообще какова на сегодня ситуация с наличием вакцин в поликлиниках нашего города? Есть ли они в доступном количестве? Грубо говоря, я сейчас хочу пойти в поликлинику, привиться, то есть, есть ли они? Вы знаете, я хочу начать с того, что всего в городе у нас для того, чтобы достичь 60% коллективного иммунитета, должны привиться 627 тысяч. На сегодняшний момент 260 тысяч вот за эти полгода привились. Если говорить о темпе вакцинации, прежде чем сказать наличие вакцин, смотрите, в мае месяце у нас привилось 28 тысяч, в июне месяце привилось 30 тысяч, за июль, за две недели июля у нас на сегодняшний момент привилось уже 50 тысяч. То есть, граждане, люди стали осознавать, что это необходимо, да, приближается все-таки время осени, мы очень боимся третьей волны, которая может и случиться. И, конечно, каждый себя хочет защитить пораньше для того, чтобы успел сформироваться иммунитет к осени. И поэтому сейчас граждане массово пошли прививаться. Даже если на сегодняшний момент в каких-то поликлиниках существует небольшой перебой, то он очень быстро восстанавливается, регулируется. То есть, главный врач обращается в Минздрав, вакцина перевозится из одной поликлиники в другой для того, чтобы обеспечить полноценное вакцинирование всех граждан. Но, тем не менее, на сегодняшний момент, конечно же, из-за того, что значительно увеличилось число желающих провакцинироваться, да, кое-где возникают... Такие небольшие. Небольшие, да. Но, тем не менее, мы сейчас ожидаем большой поставки вакцин, которые полностью покроют недостатки, которые сейчас есть. Больше количества наших самарцев пошло вакцинироваться, наверное, в том числе и благодаря акции «Самара, я привит». Вот, кстати, может быть, проводите такие анализы, ну или спрашиваете, а вот вы почему пришли прививаться? Ну, начнем с того, что это не первая акция, которая проходит в городе, да. У нас, как Анастасия сказала, действительно все руководители предприятий заинтересованы в том, чтобы люди, которые работали на предприятии, были здоровы, как меньше и меньше болели. Поэтому стимулирующие какие-то меры уже принимаются давно. На каких-то предприятиях дается дополнительно два дня к отпуску, на каких-то предприятиях выплачивается премия за вакцинацию. Где-то у нас очень активно бизнес подключился в торговых центрах, да, у нас в различных сетях даются скидки тем, кто предъявит сертификаты вакцинации. В каких-то поликлиниках говорят, если ты привился, ты можешь максимально пройти обследование какое-то дополнительно. А где-то вручаются подарки пенсионерам старше 65 лет. И все вот это привело к тому, что мы заинтересовали, мы граждан, мы их максимально информируем, для чего это нужно сделать, да, привлекаем для того, чтобы привлечь внимание. И вот это, наверное, сейчас дает свои плоды, что у нас практически в два, то и в три раза увеличивается количество желающих вакцинироваться. Спасибо вам большое за ваше мнение. Анастасия Юрьевна, у меня вот вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а вот когда человек приходит прививаться, что нужно сделать или сказать для того, чтобы поучаствовать в этой акции? Ровным счетом ничего. Для того, чтобы прийти прививаться, надо просто иметь горячее желание это сделать, пойти в поликлинику, сделать первую прививку, вторую прививку. Самое главное, надо обратить внимание, что условия акции не позволяют нам выбираться за ее рамки, поэтому мы говорим о том, что человек, сделавший прививку второй компонент и получивший сертификат о прививке, с 1 по 25 июля. Ну, достаточно маленький срок, как мне кажется, потому что между прививками ты там три недели. 21 день, как раз. Мы заранее информировали граждан, у всех было время подумать, принять решение, и все, кто хотел принять участие в акции, они очень правильно рассчитали время. На сегодняшний день зарегистрировано порядка трех тысяч людей через сайт Самарыяпривит.рф, если кто еще хочет это сделать. Расскажите, пожалуйста, по этим шагам подробнее. Вы можете зарегистрироваться на сайте Самарыяпривит в личном кабинете, получить свой идентификационный номер, внеся туда свои персональные данные, фамилии, имя, отчество, номер СНИЛС обязательно. Человек обязательно должен делать прививку на территории городского округа Самара, но тем самым подтверждаем, что он должен быть прикреплен к какой-то самарских поликлиник. Отвечая на очень много вопросов, которые поступают ко мне, он не обязательно должен быть жителем Самары, он не обязательно должен иметь здесь прописку. Главное, что он должен быть зарегистрирован в каком-то лечебном учреждении, здесь пройти вакцинацию. Основанием для получения приза будет являться сертификат, который надо будет предъявить, поэтому все, кто у нас выходит за рамки с 1 по 25 июля, они автоматически не подпадают под участие в этой самой акции, они смогут претендовать на призы. Поэтому, предваряя много вопросов, очень много мне пишут на электронную почту о том, что, а, вот у меня там вторая прививка 30 июля, что же мне делать, я не попадаю. Нет, к сожалению, нет. Правила, они на то и есть правила, что мы их не нарушаем, мы не делаем никаких исключений. Но 25-й это включительно. Ну, конечно, 25-й включительно, а розыгрыш мы будем проводить 26-го. 26-го числа. Где, когда, как можно о нем узнать, где о нем можно узнать? Я думаю, что мы сделаем его максимально публичным, да, я пока еще раздумываю над тем, как его провести, но то, что мы обязательно оповестим об этом, и, разумеется, любой желающий сможет увидеть, как это будет происходить, это однозначно, но это требует от нас еще, ну, некая порядочность, да, перед теми людьми, которые зарегистрировался и нам поверил. Поэтому все будет по-честному, это будет обязательно комиссия, это будет обязательно какое-то публичное мероприятие, где каждый может посмотреть о том, как произошел этот розыгрыш. Да, и сразу может узнать, да, соответственно, дезинфицированный номер человека, который зарегистрировал в акции, он может себя по нему сразу же определить. Вот, и сразу помахать рукой и сказать, ура, я победу. Ну, конечно, потом мы все это опубликуем. Я так думаю, что так и будет, конечно. Опубликуем на сайте Самары Я Привит, именно победителей, всем разошлем победителям по электронной почте. Вот, поэтому я думаю, что все это страшно. Уведомление, даже если человек будет в отпуске, он в любом случае узнает, да? Да, да, единственное, что мы, конечно, попросим, чтобы в течение семи, ну, максимум десяти дней, чтобы все пришли и забрали свои подарки. Да, спасибо большое. Сегодня в нашей программе мы говорим об акции Самары Я Привит и говорим в том числе, зачем и почему нужно прививаться. Ну, а на эту тему у нас есть еще один сюжет. Давайте его посмотрим. Антонина Манько работает продавцом в продуктовом магазине и постоянно контактирует с людьми. Чтобы обезопасить себя и своих близких, решила вакцинироваться от коронавируса. Рассказывает, первый компонент перенесла легко. Надеется, что и после второго будет чувствовать себя хорошо. Отлично все. Ни температуры, никаких побочных эффектов, ничего не было. Думаю о своем здоровье, думаю о своих близких, которые рядом со мной. И я и работаю. И в магазине сейчас идет, да, вакцинация. Ну, я как бы заранее сделала, а там вот прям на работу приглашают сейчас и делаю. Теперь у Антонина есть возможность получить приятный подарок. Среди жителей города, которые вакцинировались вторым компонентом в период с 1 по 25 июля, разыграют ценные призы. Телевизоры, ноутбуки, смартфоны и другую технику. Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно заполнить заявку на сайте samarayaprivit.rf и дождаться подтверждения. Итоги подведут 26 июля. Как только появилась акция «Я привит», я могу сказать, мы видим увеличенный поток желающих сделать профилактическую прививку. У нас идут люди и идут и идут в круглосуточном режиме. Кроме того, мы видим, как активизировались предприятия и организации. И нам присылают почти что в ежедневном режиме списки сотрудников. Сделать прививку может любой желающий старше 18 лет. Можно обратиться в поликлинику, записавшись через госуслуги или по номеру 122. Либо прийти в один из трех круглосуточных кабинетов, которые работают при 4, 6 и 10 больницах. При себе необходимо иметь паспорт, а также страховой полис и СНИЛС, если нет учетной записи на госуслугах. Анастасия Юрьевна, скажите, пожалуйста, а вот вообще почему понадобилось проводить такую акцию, дарить призы, мотивировать граждан? Можно ли, ну, в принципе, вы сказали о том, что темпы вакцинации были низкие, но настолько ли они были низкие, что вот стали проводить такую акцию? Ну, послушайте, ну, чем мы хуже других регионов? Вот, кто-то квартиру разыгрывает, кто-то машину разыгрывает, но даже обидно, что Самара тут как-то могла бы выделиться в худшую сторону. Ну, что, это дополнительный стимул для наших людей получить какие-то подарки новые. Ну, почему нет? Ну, на самом деле, эта идея-то неплохая. Более того, все равно, ну, все мы хотим быть в тренде вместе со всей страной, если начали уже проводить такие акции, мне показалось о том, что Самара тоже должна быть обязательно в их числе. Ну, мне кажется, такой эмоциональный был такой порыв на первом этапе, а вторым этапом мы поняли, что для многих граждан, в принципе, это является очень важной составляющей. Вот, потому что, ну, никто не отменял подарки, и всегда приятно их получать, и для кого-то это просто стало, знаете, таким, вот тут сидел и раздумал, сделать прививку, не сделать прививку. А тут мы запустили акцию, и он понял, ого, с 1 июля я точно должен прийти в прививочный пункт, в поликлинику, обязательно сделать прививку, потому что у меня появится шанс еще дополнительно получить подарок. Нет, мне кажется, здесь вообще сплошные плюсы, вот, и, конечно, мы никого не уговарим, никого за руку не тянем, вот, Ольга Владимировна сказала, 50 тысяч прививок сделаны были, да, в июле месяце, но далеко не все регистрируются в нашей акции. Кому-то это не сильно важно, вот, а кому-то это важно, и если это важно людям, ну, почему нет, мне кажется, это хорошо. Ну, вот, сегодня же после нашей программы, конечно, я понимаю, что вы эту акцию анонсировали, она везде доступна на множественных электронных порталах, но, тем не менее, вот сейчас, если сделаешь первую, уже не успеешь, да, попасть под эту акцию. Но, я так думаю, и мне так кажется, что все равно будет продолжение, ну, дайте надежду хотя бы, может быть, будете продолжать такую акцию, но ведь благое дело, на самом деле, тем более, вы сказали, что мотивирует, действительно, сколько много граждан. Вот, кстати, какой возрастной, возраст какой в основном, которые даже обращаются к вам, регистрируются? Это, наверное, больше молодежи. Нет, 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 Елена, регистрируются люди, конечно, сами, вот, а у нас бывают вот какие случаи, вчера буквально позвонила бабушка, говорит, 72 года, я не, у меня никак не получается зарегистрироваться на сайте, что мне делать? И наши координаторы буквально пошагово с ней откройте в браузере это, нажмите вот эту кнопку, теперь сделайте следующий шаг. Конечно, многим пожилым людям достаточно тяжело, особенно, кто не владеет компьютером, есть такие, да, но мы стараемся помогать или спрашиваем, есть ли у вас дети для того, чтобы они помогли вам зарегистрироваться. Понятное дело, что контингент, конечно, в основном возрастной, люди, скажем так, после 45 лет, вот, очень важный момент играет материальный достаток. Понятное дело, что люди обеспеченные вряд ли будут регистрироваться в акции, чтобы получить сертификат Сбербанка и аптеки, например, да, а для кого-то это является, ну, существенным каким-то подспорьем в их семейном бюджете, не говоря уж, конечно, о каких-то ценных подарках. Вот, поэтому, ну, я вот как-то думаю, что так. Давайте поговорим о пунктах вакцинации, есть ли те, которые работают круглосуточно, на каких ресурсах размещен их полный перечень с графиками работы, расскажите, пожалуйста, Альга Владимировна. Ну, на сегодняшний момент в городе работает 53 прививочных пункта и плюс еще 30 мобильных бригад, то есть мобильные бригады выезжают на общественное пространство, это и парки, и скверы, встают около больших торговых центров, да, где-то выезжают во дворы по необходимости, когда жители это заявляют. Все условия хранения вакцины соблюдаются, да, то есть это кладезь на оборудование? Те мобильные бригады, оборудованные автомобили, оборудованные специально для хранения вакцины, конечно, все условия соблюдаются. Круглосуточных прививочных пунктов у нас три в городе Самаре. Один из них это в городской больнице номер 6 по адресу Советской армии 56, где можно прийти в любое время суток привиться. В Самарской городской больнице номер 4, это Мичурино 125, и третий пункт это в городской больнице номер 10 по адресу Медицинская улица, дом 4. Поэтому вот в эти три пункты житель любого района Самары может приехать, да и не Самары тоже, может приехать и привиться тогда, когда ему это удобно, если график работы не позволяет это сделать в дневное время. Правильно ли я понимаю, что на сегодня никакие предварительные обследования перед тем, как сделать прививку, не проводятся? И вот лично ваше мнение, правильно ли это? Вы знаете, ну, я не скажу, что это не проводится, да. Все мы с вами знаем свое состояние здоровья, и если я имею хронические заболевания какие-то, которые меня беспокоят, я всегда могу обратиться к участковому врачу или врачу, у которого я наблюдаюсь, и уточнить, есть ли у меня противопоказания или нет. Вот на своем опыте, когда я прививалась, прежде чем меня привить, мне дали анкету, да, и вместе с врачом мне померили давление, мы заполнили табличку, какие у меня есть заболевания, да, есть ли какие-то отклонения. То есть и врач на месте принял решение, нужно мне вакцинироваться, можно ли мне в этот период вакцинироваться или нет. У меня есть коллеги, которые пришли вместе со мной вакцинироваться, и врач сказал, нет, у вас сегодня повышенное давление, поэтому я вам рекомендую прийти завтра. Или немножечко придите в себя, может быть, человек разволновался, да, но тем не менее, или пришли там с данными о количестве антител, говорят, нет, у вас прямо очень высокий, вам бы вот через недельку, через две приходить. Поэтому сказать, что людей не обследуют, а просто берут, прививают сплошняком, я тоже так не могу. Поэтому надо прийти просто к врачу. И это вопрос решить. То же самое было, да, я пришла на приючный пункт, заполнила анкету, мне точно так же померили давление. Вот, мне сказали все рекомендации, что я должна там и не должна делать после прививки, то есть, что мне надо париться в бане, желательно не мочить, разумеется, не употреблять алкоголь. Вот, поэтому все это было. Потом я вела дневник наблюдений на сайте госуслуг и продолжаю его вести, потому что это от меня требует и первая вакцина, и вторая вакцина. Вот, и поэтому, ну, как-то все очень логично, все очень стройно, все очень понятно. Все очень понятно. Да, и все очень цивилизованно. Ну, сайт «Самара.Я привит информативен» также, там наверняка вся эта информация имеется, и человек может с ней ознакомиться. Ну, вот, все это, конечно, хорошо, и проводимые акции, и о чем вы сегодня сказали, но скажите мне, пожалуйста, вот, чисто человеческой точки зрения, почему сегодня и кому в первую очередь нужно прививаться? Ну, мое личное мнение, спрашивайте уж. Ну, я считаю, что людям после 40 всем нужно прививаться. Это безопасность, поскольку, ну, мы по первому, вот, по первой волне уже поняли о том, кто у нас страдает больше всего, кто в зоне, кто в группе риска. Поэтому, понятно, что дело, что на законодательном уровне этот порог определен в 65 лет, но я бы его, лично я, субъективно, да, я бы его снизила до 40, и всем людям, которые пришли к этому возрасту, порекомендовала бы уже делать прививки. Вот, конечно, хотя я не настаиваю, и у меня есть несколько знакомых бунтарей, таких ковид-диссидентов, которые говорят о том, что вот следует подождать, еще не прошло все клинические испытания, еще есть какие-то. Ну, я отношусь к этому спокойно, я никого прибеждать не буду, вот, я считаю, что много таких диссидентов, которые и детям своими прививки не делают, хотя это необходимо, на мой взгляд, делать, и это уже просто десятилетиями доказано о том, что это, ну, что это сохранит здоровье ребенка. И то же самое, если она доказала свою эффективность, ну, я делала спутник, двухкомпонентный спутник, вот, то ничего в этом страшного нет, и я считаю, что это надо делать, ну, ради здоровья всего общества, прежде всего. Спасибо, Игорь Глазин. Мое мнение? Да, конечно. Ну, я вот подписываюсь под каждым словом, которое сказала Анастасия, только, наверное, все-таки с 40 лет это понятно, но сейчас вот уже, вот, разговаривая с врачами, да, говорят о том, что вот индийский штамбон, как раз больше воздействует на людей молодого поколения, как раз с 18 до 40. Поэтому я бы не делала такой градации, вот, все, кто 40, обязательно, а до 40, все мы, как говорится, ходим под Богом, и все мы болеем, и у меня есть знакомые, которые переболели и в 20 лет, да, и в 40 лет, и, наверное, течение болезни не зависит от того, какого ты возраста, да, поэтому все-таки, наверное, надо прививаться всем для того, чтобы просто себя обезопасить. Вот и все, просто о себе подумать. Мы не знаем завтра, как мы заболеем, в легкой форме, в тяжелой форме, а прививка дает хоть какую-то, пусть это будет минимай, хоть какой-то процент для того, чтобы не заболеть. Это раз, а если заболел, то это прошло в легкой форме. Вот это лично мое мнение. Спасибо большое вам за ваши мини, спасибо за то, что пришли поучаствовать в нашей программе. Вы смотрели программу «Город тест», и сегодня в программе вы услышали очень много доводов за вакцинацию, ну, а если вы против нее, то тогда делайте ПЦР-тесты. Уважайте других людей. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова